СПЕКТАКЛ Китайские практики, йога, что бы вы ни взяли, любая духовная практика, даже служба в православном храме всегда начинается из тишины, батюшка никогда не начнет. Служба пока не организуется определенной, ну это грубо в кавычках атмосфера. Создать ощущение, и когда ты за кулисами стоишь и слышишь зал, то я сколько на сцене играю, с 2001 года, у меня опыт такой 11-летний, но зритель поменялся очень сильно. Сейчас зритель приходит за развлечением, и я не претендую, что наши спектакли невероятно высокого порядка, это какое-то непостижимое чудо, но, например, вот в Театре Васильева, в принципе, всегда было мало зрителя, и он никогда не стремился, чтобы был аншлаг в России именно. Потому что, чтобы произведение понять, тем более сценическое, и у которого есть литературная основа, вы не можете прийти и, не зная литературного первоисточника, его, грубо говоря, прочитать со сцены. Вы никогда этого не сможете сделать, потому что это уже работа немного другого порядка. И поэтому, когда к нему приходили на спектакль люди, они, конечно, всегда были в материале, грубо говоря, Евгений Онегин, то ты, значит, ты, по крайней мере, его от начала до конца, ну, раза три-четыре в жизни прочитал. Какие-то стихи ты, когда их слышишь, они в твоей памяти всплывают. То есть, такой зритель, он может принять. Этот зритель, который приходил в тот театр и приходит сейчас, это который, как бы, не за развлечением пришел. То есть, не давайте, вот я вам билет заплатил, деньги за билет, вот теперь давайте, развлеките меня. А он именно пришел, как бы, соединиться немножко, как бы, такое духовное соединение, вне материи чуть-чуть, это территория духа. В Европе, например, там же, как бы мы ее не ругали и там не восхищались тем, что у них тоже огромное количество проблем и кризис и бюрократии, но там всегда было битком. Вот мы приезжали, блин, любой фестиваль, в той же Франции, той же Греции, всегда полный зал, и при том, что перевод это всегда обычно или в ухо, это очень сложно смотреть, или субтитры, но зрители, совершенно другое качество внимания. Совершенно другое отношение, как бы, это, нет такого, как у нас в театре Гула, то есть, зрители с каким-то почтением, отношение вообще к тому, как к театру, как бы, оно другое. Но здесь я считаю, что и наша вина тоже, то есть, в театре Васильева такого не было никогда, я не замечал, то есть, это организация уже внутри, грубо говоря, ты же организовываешь зрителя со входа в парадную, когда он идет к вешалке, как ты его принял, как ты его встретил, как его встретила билетерша, как ему отдали номерок, с какими словами, как ему предложили программку. Это же целое предприятие. Конечно же, это надо все организовывать с вешалки, недаром, говорят, театр начинается там, и поэтому, когда уже зрители, грубо говоря, его плохо приняли, он уже на взводе, еще у него куча дел. Вы представьте, он 8 утра проснулся, ехал на метро, опираясь на таджиков, там, где-то работал, бегал с бумагами, потом пообедал Ролтоном в офисе, и вот он, ну, разное это, я просто вам накидываю ситуацию. Есть какой-то целый период жизни, который мы, грубо говоря, своим волшебством этим театром, мы, грубо говоря, должны как бы его взять и перенести, пускай на какой-то период времени короткий, но в другую среду. Конечно, это надо организовывать, и у нас чаще всего это все не организуется. Мало иметь хорошие спектакли, надо еще иметь очень хорошую организацию внутри театра. Тогда, мне кажется, и зритель будет меняться, и отношение будет к произведению другое.